Добрый день, дорогие друзья! Вы на телеканале ЭТОН-ТВ, программа «Тема дня». Меня зовут Александр Вальбам. 80 депутатов Верховной Рады Украины внесли на рассмотрение парламента проект постановления, предлагающий официально признать террористическую организацию «Хамас» именно террористической организацией, а также осудить ее деятельность. Но одновременно, к сожалению, с этим ряд украинских политологов пытаются вставить знак равенства между конфликтом Израиля с террористами «Хамас» и конфликтом Украины с Донецкой и Луганской республиками. А с нами на связи из Украины кандидат политических наук, политолог Сергей Годный. Сергей, рад вас приветствовать. Добрый день! Добрый день! Ну вот, когда я говорю о том, что кто-то пытается сравнивать, это не относится к вам, это совсем другие политологи. Когда я, честно говоря, прочитал это, мне просто стало дурно. Там масса других было вещей, которые просто даже обсуждать не хочется. Но для начала все-таки давайте с первой заявленной новости. На ваш взгляд, каковы перспективы принятия вот этого, мы назовем это, закона о «Хамасе» и будет ли означать его принятие, что граждане Украины, постоянно проживающие в секторе газа, а такие есть, где-то порядка ста человек, будут приравнены к террористам, ведущим непозволительную деятельность в отношении Израиля. Я позволю себе высказать свое мнение по этому поводу. Ну, смотрите, во-первых, я не думаю, что те люди, которые являлись инициаторами принятия такого или внесения такого постановления на рассмотрение Верховного Совета, думали, по крайней мере, о ста украинцах. Мне кажется, что они, я имею в виду депутаты от «Слуг народа», которые инициаторами выступили, я думаю, что они, скорее всего, пытаются, судя на политическую конъюнктуру Украины, словить какой-то определенный хайп на этой теме. К сожалению, в Украине так бывает. Но все же те депутаты, которые присоединились, глубоко уважаемые, по крайней мере, многие люди, это депутаты от оппозиционных сил, ну, здесь много фракций, которые подписали, я имею в виду 80 человек. Скорее всего, что этот закон, это постановление будет поддержано, принято, если оно будет внесено на рассмотрение Верховного Совета. Я вот смотрю список этих людей, я знаю, что тут и подписалась, также подписались и Марьяна Безуглая, это человек, который у нас является теперь как бы специалистом по национальной безопасности, одна из слуг народа. Инициатором выступила такая депутат Василевская-Смоглюк. Ее причисляют к группе господина Коломойского в слугах народа. Ну, здесь много депутатов, ну и те, которые могут считаться, те люди, которые вышли из фракции слуг народа, люди оппозиционные, фракция Батькивщина есть, есть европейская, насколько я могу увидеть, есть европейская солидарность, в принципе, разные фракции представлены. Скорее всего, по этому вопросу будет консенсус Верховной Раде, и он будет принят. Что будет с теми украинцами, которые, украинками, там, по большому счету, насколько мне известно, очень большое число женщин, которые находятся сейчас на... Да, и детей. Я думаю, что, наверное, наши власти, в принципе, по логике, должны были им предоставить возможность приехать обратно в Украину. Не знаю, воспользуются ли они этим предложением. Я знаю, что они пытались, не знаю, сделали ли или нет, но они предпринимали попытки объективно. Да, там было более ста человек, и я знаю, что некоторые другие страны европейские обращались к Украине с предложением, с просьбой обеспечить своих граждан возможность уехать с этой территории. Ну, я не знаю, сейчас в Украине такая политическая турбулентность, что никто не думает даже на несколько шагов вперед. Ну, то есть, в принципе, по ходу нашего интервью, я думаю, мы сможем эту тему тоже затронуть. Но я скажу так, чтобы подвести определенный вывод под этим постановлением, скорее всего, он будет принят. Сергей, следующий вопрос, я его сформулирую после того, как зачитают цитату вот того самого политолога, который, скажем так, меня возбудил. Я не буду называть его фамилию, имя, издание, в котором он... Издание уважаемое, я тоже часто пользуюсь информацией с этого издания. Но, тем не менее, там огромное интервью с ним. Он говорит, конфликт в секторе Газы оказывает влияние в плане общественного мнения, потому что внутренняя и внешняя политика Израиля служит образцом для многих ультраправых сил не только на Украине, но и во всем мире. Израильские лозунги о том, что мы не ведем переговоры с террористами, мы строим национально-этно-государство, мы говорим со всеми соседями и врагами с позиции силы, это бред сивой кобылы. Это так, моя ремарка. Оказывают негативное влияние на многие страны, на Украину, в том числе, конец цитаты. И у меня сразу возникают вопросы, которые мы сами, израильтяне, когда видим разного рода публикации о наших взаимоотношениях с нашими соседями, первое, что приходит на ум, что мы задаем. Скажите, пожалуйста, когда он сравнивает Донецкие республики с нашей ситуацией. Донецкие республики, скажите, я просто цитирую самого себя, то, что называется. Они что, говорят о желании стереть Украину с лица земли? Они говорят о том, что хотят украинцев всех уничтожить и сбросить в море. Они что, запускают ракеты на Киев, Харьков, Днепропетровск? Они это делают? Нет, они этого не делают. Они вырывают автобусы. Может быть, как вы говорите, террористы донецкие взрывают в Киеве пассажирские автобусы и расстреливают людей на автобусных остановках? Что за сравнение? Что за, извините, за идиотизм? Это я позволю себе сделать вывод. Знаете, это последнее время в Украине, к сожалению, много политиков в действительности, бывших политиков, которые оказались выброшены из прошлой Верховной Рады. Они сейчас пытаются, опять же, хайпить эту тему и пытаются на этой теме вернуться, въехать в большую политику. В действительности, это несравнимые вещи. Возможно, где-то, когда-то определенные радикальные головы с Донецка и с Луганска делали подобное заявление. В частности, что мы дойдем до Киева, мы остановимся во Львове. Возможно, за 7 лет были разные заявления. Но кроме заявлений, действий никаких мы не видим. И слава Богу, я скажу вам. У нас нет террористических актов. Нам иногда говорят о возможной террористической угрозе, но этого нет. Поэтому тут несравнимые вещи. Да и, в принципе, если мы говорим о том, что наш президент пришел к власти на волне, грубо говоря, желания украинцев получить мир в своей стране, то подобные заявления, в принципе, непонятны и на голову не налазят. Поэтому сравнивать тяжело. Да, в действительности соглашусь, что некоторые политики, мои коллеги-политологи, пытаются сравнить Украину с Израилем и объясняют украинцам, что, знаете, можно жить и хорошо жить, вот как в Израиле живут, даже в состоянии постоянной войны с определенными территориями, с определенными формированиями. Но это же несравнимые вещи. Понимаете, Израиль же в какой-то мере социальное государство, израильские политики и понимают, что такое политическая ответственность. У нас же совсем другая ситуация, у нас совсем все по-другому. У нас, вот давайте сравним с Израилем и объясним, что нам не надо делать и не надо идти на примирение с Донбассом, не надо Украине мир. Мы можем быть богатым, можем строить богатую страну, то есть без мира. Вот такая вот риторика иногда бывает. И, знаете, если эту риторику власть бы пресекала, то есть четко объясняла, что, ребята, эта риторика граничит с определенным сепаратизмом, потому что это отрезает определенные территории, то есть, ну, понимаете, да, сепаратизм только наоборот, то молчали бы, если бы правоохранительные органы реагировали бы на эти вещи. Но на эти вещи, к сожалению, не реагируют, не реагируют в нашей стране, поэтому многие люди, которые хотят сиюминутной и быстрой славы, многие мои коллеги, позволяют это подхватывать и эту тематику развивать. Я читал эти материалы, ну и в пример могу вам привести буквально несколько дней назад, наверное, вам известно, что есть у нас, был у нас такой народный депутат, и сейчас человек, который пытается вернуться в политику, Борислав Береза. Да, известное имя. Фамилия его Бляхер, вот, то есть он поменял фамилию для того, чтобы попасть в украинский парламент, он когда-то был речником, спикером правого сектора, знаете, такую организацию, слышали, наверное. Да, так вот этот человек вместе со своими единомышленниками организовал пикетирование посольства Российской Федерации здесь, в Киеве, якобы поддерживая Израиль. Развернули большой флаг Израиля, то есть, понимаете, да, о чем я говорю, развернули большой флаг Израиля и требовали от России забрать свои руки из Ближнего Востока, когда сравнивали Украину с Израилем, говорили о том, что наши братья с израильских армий, с израильских спецслужб воевали на востоке страны, на стороне Украины против боевиков с Донецка. Более того, в своих заявлениях пошли еще дальше, говорили и благодарили израильскую сторону и израильских сограждан за то, что они оказывали помощь украинской армии, то есть, вот этим вот националистическим организациям, которые в начале противостояния на востоке были активны там, то есть, вот эти добровольческие батальоны, объединения, правый сектор и многие другие, понимаете, да, то есть, возвращается эта риторика и таким вот образом популяризируется политика и позиция, направленная на разделение Украины. Ну и, как бы, пример ставится Израиль. Сергей, говоря о Донбассе, не могу, естественно, пройти мимо пресс-конференции президента Зеленского. Ну, в моем представлении это, может быть, меня осудят сторонники господина Зеленского, но у меня было ощущение, что я смотрю очередную серию «Слуги народа», по крайней мере, по антуражу, по артистизму, который он использовал. Он действительно хороший, хороший артист разговорного жанра. Вот, на пресс-конференции он сказал, что, для начала скажу следующее, что он строит страну грез. У меня это несколько вызвало недоумение, я не буду говорить, что первое, что у меня в голове выстрелило, это Урфинжуз, волшебник изумрудного города, но что-то еще меня зацепило, честно признаюсь. Я полез в интернет, вспомнил, да, не так давно, пару лет назад я смотрел фильм, назывался он «Немного не мало», так и назывался «Сторона грез». Фильм 19-го года, американский фильм, такой драматический триллер с плохим концом, актриса там очень красиво играет, не помню, как ее зовут, не суть важна. Так вот, описание фильма «В США, период Великой депрессии, ферма семьи юного Юджина Эванса находится на грани закрытия, парень решает взяться за поимку опасной грабительницы банков, за чью голову обещают внушительное вознаграждение». Конец цитаты. То есть у меня было ощущение, что вот Юджин Эванс, это тот самый Владимир Зеленский, который сидел на постаменте на фоне самолетов недостроенных. Насколько будет верным мое предположение, что вот на борьбу и на борьбу с олигархами, и на строительство «Стороны грез», вот именно он и направляет всю свою кипучую деятельность, именно «Сторону грез», не «Чего-то реального», а именно «Сторону грез». И, к слову, опять же напомню, в фильме все плохо заканчивается, сравнение такое очень натянутое, я бы сказал. — Знаете, в Украине, если смотреть на последние события, если смотреть вообще, характеризовать экономическую ситуацию, смотреть на то, что происходит, на гонение против оппозиции, на ту же ситуацию с урегулированием конфликта на Востоке, мы действительно, скорее всего, идем к результатам, которые были в той стране грез. Ну а касательно самой пресс-конференции нашего президента, знаете, они так глубоко не копают. Это люди образованные, люди, которые, знаете, смотрят и везде видят какую-то определенную подноготную, хотят разобраться для себя, они пытаются хотя бы книги какие-то смотреть. Наша же власть имеет совсем другие цели. Помните такая фраза была? Нам бы день простоять, нам бы ночь продержаться. По факту у нас все идет к тому, что в июле месяце должны запустить так называемый рынок земли. Борьба с олигархами, ну давайте будем говорить откровенно. За прошлый год олигархи стали в два раза богаче. То есть даже посмотреть по списку Forbes, то есть все понятно. Никакой борьбы с олигархами нет. — К слову скажу, наши олигархи тоже стали богаче. — Понятно. Поэтому зачем об этом говорить? Это просто результаты социологических исследований, которые показали, что у бедного украинского народа большой запрос на то, чтобы им дали ответ, почему мы так плохо живем. Ну, власть же не признается, мы плохо живем, потому что при власти, грубо говоря, люди далекие, люди, которые не понимают, чем они занимаются и куда они попали. На втором году свое управление. То есть и не хотят этого признавать, и не хотят, например, воспользоваться услугами или хотя бы какими-то советами людей, понимающих, знающих. В стране же таких много и за ее пределами таких много. Но, к сожалению, мы рулим так, чтобы, как говорится, нашим детям, я имею в виду властей, их детям и внукам было за что жить. А страна, знаете, без разницы, что с ней произойдет. И судьбы людей тоже. Вот эти самолеты, о которых вы сказали, ну, в действительности, смотрите, то есть конференция проходила на заводе Антонов. Завод Антонов, то есть они выбрали Киев, это режимный объект, для того, чтобы не допустить большое количество журналистов. Например, не попали туда журналисты закрытых телевизионных каналов News One, ZIG 112 и много других телеканалов не попали. Попали только более-менее таки подконтрольные. Более того, вам скажу, если мы говорим о заводе Антонов, ну, к примеру, у нас в Украине, вам, наверное, известно, есть Харьковский авиационный завод. Это чтобы понять, какая ситуация в авиапромышленности. Вот на Харьковском авиационном заводе после митинга недавнего людей выплатили 9 миллионов гривен долгов по заработной плате. Это за два прошлых месяца. А общий долг по заработной плате перед людьми составляет 250 с лишним миллионов долларов. То есть о какой авиапромышленности мы вообще с вами говорим? Для того, чтобы тот завод в Харькове работал, достаточно было бы одного самолета в год. Но мы этим не занимаемся. Мы как бы евроинтегрируемся. Мы как бы выполняем поставленные задачи перед нами НАТО. А по большому счету просто занимаемся демонтажем государства. Все политики, все политические силы, все здравомыслящие люди, которые позволяют себе высказать какую-то определенную другую мысль, попадают под определенную зачистку власти. Тут я могу назвать даже пример гонений на оппозиционных политиков, в частности, на лидера оппозиционного блока, оппозиционной платформы «За жизнь» господина Медведчука. То есть все это происходит просто исключительно ради одного. Ради того, чтобы Владимиру Александровичу обеспечить возможность баллотироваться на второй срок. Ежедневные социологические опросы, и вот знаете, по результатам этих социологических опросов, которые проводятся офисом президента, показываются его команде, по результатам этих социологических опросов народ пичкает через подконтрольные средства массовой информации теми месседжами, которые могут удержать людей от голодных бунтов. Ну а в помощь этой, в помощь, вот как зондеркоманда, которая может удержать улицу, используются националисты, национал-так называемые патриоты, нацпатриоты. Вам тоже известно о том, что выпущены из тюрем такие персонажи, как господин Стерненко, ну и многие другие. То есть по факту в стране строится такой своеобразный авторитарный режим. И я вам скажу, это еще поклеще, чем при господине Порошенко. Господин Порошенко, по крайней мере, понимал необходимость ведения дискуссии на международном уровне. А на внутреннеполитическом, ну знаете, вот у нас такие, как вот Бляхер, например, организовывают пикеты возле посольства Российской Федерации для того, чтобы столкнуть еще больше и не дать, как говорится, урегулировать ситуацию. У меня сразу же по этому поводу вопрос, вот я готовился к вашему эфиру, я посмотрел, что в Соединенных Штатах Америки поднимают все-таки, и уже почти в полный голос говорят о ситуации, что два государства, концепция два государства для двух народов, она имеет право быть. То есть, мне просто интересно, риторический вопрос, будет ли господин Бляхер вместе со своими поддельниками, прошу прощения, пикетировать посольство Соединенных Штатов, будучи защитником Израиля. Ну вот так. Ну, то, что касается двух государств для двух народов, мы у себя эту сказку тоже 30 лет слышим, но это отдельная тема, при Трампе она чуть заглохла, но сейчас опять вынесли старое на ветер, как говорится, проветрится. Говоря о Донбассе и о том, что говорил Зеленский на пресс-конференции, он в частности заявил, что обстрелы и потери сократились в 10 раз за два года, обещаний прекратить войну, тем не менее, он не дал во время своей каденции, ограничился фразой «не все так просто». Далее он пообещал вынести на всеукраинский референдум вопрос завершения войны в Донбассе, но не уточнил, как именно будет сформулирован вопрос этого референдума. У меня к вам вопрос, Сергей, первый, вернее, вопрос, который возникает. А если Донецкая и Луганская республики, то, что называется, услышав речи президента Украины, сыграют на опережение, проведут свой референдум внутри своих республик о целесообразности нахождения в составе Украины, что в этом случае будет? Будет ли Донбасс и Донецкая и Луганская области участвовать, жители этих областей участвовать в референдуме, который предлагает президент или нет? Вообще на шаг вперед кто-то думает? На шаг вперед никто не думает. Если будет такая инициатива на территории Донбасса, я вам более того скажу. Я думаю, в офисе президента большое количество людей и чиновников просто перекрестятся и выдохнут, понимая, что ситуацию развязывать им необходимость отпадет. Я вам более того скажу. Уже большое количество экспертов, я в том числе, понимаем, что при этой власти никакого мира, скорее всего, не будет. К этой мысли нас подталкивает вообще политика, которая ведется в стране. И повторюсь еще раз. Те люди, которые представляют Украину в трехсторонней контактной группе. То есть, понятно, какие спичи они после этого для внутреннего пользователя продвигают. Позиция президента Зеленского, который заигрывает с националистическими организациями, профашистскими даже, откровенно, организациями. Потому что мне кажется, что он их больше боится, чем 73% украинцев, которые за него проголосовали. Президент Зеленский кривит душой по поводу мира, потому что он конкретно это и обещал. Я вам более того скажу. Очень большое количество людей, которые во время избирательной кампании приняли решение голосовать за него, голосовали за него в кредитном таком формате, просто ссылаясь на то, что президент пообещал мир. Он же бомбил, извините меня, Порошенко именно за то, что Порошенко не дал мир стране. Да, вот такая позиция. То есть, это первый тезис. Мы социологией тоже владеем и на эту социологию, в принципе, смотрим. Более того, за два года президент Зеленский и его команда не предложили украинскому обществу более-менее внятный, конкретный какой-то план по урегулированию ситуации на Востоке. Даже на тот план, который предложила в свое время ему оппозиционная платформа, если вы помните, сразу же в июне месяце, после инаугурации президента Зеленского была представлена программа, и она была представлена в Европе, оппозиционной платформой, то есть, как такой своеобразный триггер подтолкнуть офис президента, дать что-то свое, дайте свое видение. Они только сказали, что у нас есть план Б, план В, план С, потом пять планов в результате. О планах скажу отдельно. Более того, после того, как они съездили, извините меня, наш президент со своей делегацией в Францию, в Париж встретился в нормандском формате, подписал все соответствующие документы, относительно которых необходимо было выполнять Минские соглашения, он дал для этого год. За год ничего сделано не было. Действительно, было перемирие. Понятно, что это перемирие было, скорее всего, кредитным. Я так понимаю, что и на Востоке страны тоже хотели бы мира. Но дальше давайте посмотрим на шаги. 2020 год, избирательная кампания, выборы в местные советы. Наша власть не дала возможность территориям, даже подконтрольным, которые находятся под контролем властей, не дала возможность избрать своих представителей в местные советы. То есть, таким образом, нарушила право граждан на местное самоуправление. Почему? Да просто они имели социологию, они понимали, что за услуг народа там голосовать не будут. Будут голосовать за оппозиционные политические силы. Они дали возможность, несмотря на протесты оппозиционных политиков, несмотря на судебные иски и все остальное. То есть, они нарушили права граждан. Дальше мы увидели в этом году, когда уже поднялся вопрос и уже стало понятно, что на ближайшем съезде, собрании стран НАТО, которые будут в июне месяце в Европе проходить, нашей стране не светить ПДЧ в НАТО, план действий по членству. Потому что НАТО это для нас единственная в Украине такая альтернатива, альтернатива, грубо говоря, мирному урегулированной ситуации на Востоке. Так вот, когда они это поняли, перед этим, когда они поняли, поняли, что основной критик в данной ситуации это действительно оппозиционные политики, которые уже, ну знаете, можно там год, полгода, но два года полностью рассказывать обществу сказки, но это просто нереально. Они просто решили нейтрализировать этих политиков, выключили через свои решения РНБО противозаконные оппозиционные телеканалы, поняли, грубо говоря, что это будет безнаказанно, поняли, что против них не будут бороться при помощи улиц, а будут демократическим путем идти в судебные инстанции. Они парализовали судебные инстанции, и сейчас вот происходит то, что мы наблюдаем, то, что наблюдает мир. Я имею в виду преследование господина Медведчука, как лидера оппозиции, как человека, который четко говорил, что вот план по Донбассу, вот, извините, допустим, ситуация по интеграции в НАТО, ну и много других моментов. Вот позиция по земле, то есть конструктивная критика со стороны оппозиции. 111 статья Украинского уголовного кодекса, держав Назрада, ну и как следствие, сейчас мы с вами видим судебное разбирательство, которое проходит под улюлюканье националистов, собранных, опять же, тем же, я так понимаю, наверное, скорее всего, офисом президента, вот, потому что, ну, вы видели, что происходило 9 мая, когда ветераны, которые проходили после возложения, видели молодчиков, зигующих и кричащих «хай Гитлер». За это наша власть, их даже, ну и милиция, даже не, как говорится, к уголовной ответственности, хотя она предусмотрена, никаким образом их не наказывают, только там административные штрафы. Вот, 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 как бы такая параллельная реальность, то есть украинцы голосовали за альтернативу Порошенко, а получили Порошенко номер два. Порошенко номер два, который, опять же, развернулся в националистическую такую сторону, полностью, прошу прощения, но свою позицию выскажу, полностью подконтрольный не украинскому народу, а нашим, извините, нашим партнерам заокеанским, ну и, по большому счету, страна на грани, на грани такого серьезного противостояния, потому что экономическая ситуация сложная. Мы самое бедное государство на территории Европы, да еще все это умножено на ковид. Об этом хотел бы очень коротко сказать, вот представьте, насколько нужно иметь, грубо говоря, не иметь каких-то принципов и человечности, когда еще в сентябре месяце были договоры, и была договоренность определенная с Российской Федерацией, достигнута тем же господином Медведчуком, с господином Путиным, Зеленскому всего лишь необходимо было обратиться. Но наша власть признала, что политика взяла верх, и сегодня украинцев не вакцинируют никакой другой вакциной, кроме той, которую выпросили где-то там в Индии или там у румын, у румынской стороны. То есть, у нас же смертность, извините, да. Сергей, вы знаете, вы читаете мои мысли. Дело в том, что у нас запланировано должно было состояться завтра, но мы перенесли по просьбе украинского посольства с послом нового Украины в Израиле. У нас будет интервью, там как раз были подготовлены у нас вопросы по поводу именно вакцинации. 0,07% всего от населения страны на сегодняшний день вакцинировано в Украине. Это меньше, чем в большинстве стран Африки. Я уже не говорю о том, что меньше всех в Европе. Это отдельная песня. Еще один все-таки вопрос я вам задам, Сергей. Это Крымская платформа. Крымской платформе президент Зеленский тоже уделил много внимания на своей пресс-конференции. Но у меня сложилось впечатление, что разговоры об этом не более, чем, ну скажем так, создание с его стороны дискуссионной площадки, для того, чтобы народ убедился, что вот он что-то делает, есть какие-то достижения президента. Не более того, просто сплошное бла-бла-бла или очередная сторона грез. Или, может быть, я слишком суров по отношению к президенту Зеленскому? Ну почему вы суровы? Я так понимаю, что вы много знаете о Украине. Насколько я понял, следите и четко понимаете, что у нас происходит. В действительности, это же не просто будет Крымская платформа. Это все в разрезе политики и позиции, которую заняла администрация господина Зеленского. То есть они пытаются таким образом заполучить и показать, продемонстрировать украинскому обществу, что они хотят вернуть Крым, что они, знаете, вот собирают украинские земли и все-таки хотят, чтобы восторжествовала какая-то определенная справедливость. Тут я могу добавить и такие определенные, знаете, реверансы в сторону крымско-татарского народа. Хотя это, скорее всего, для того, чтобы насолить господину Порошенко, потому что именно в его фракции очень много представителей крымско-татарского народа, которые, ну, среди так называемых лидеров общественного мнения. То есть Зеленский пытается что-то показать. Пытается, например, помним визит в Турцию, где он пытался заручиться поддержкой господина Эрдогана, вот таким образом пригласил его на Крымскую платформу. Сейчас он будет приглашать и приглашает уже на Крымскую платформу представителей Соединенных Штатов. Да хотя бы кто-то, чтобы приехал. Но, судя с тех мероприятий, которые проводятся и подводят к этой Крымской платформе, а я напомню, у нас проходит серия 30 форумов, посвященных разным тематикам. Тематика безопасности, тематика борьбы с коронавирусом. И вот они проходят уже, начиная с февраля месяца, там был небольшой перерыв почти каждую неделю, 2-3 дня, по культуре, по разным моментам. То есть мы смотрели, как эти форумы, Украина-30 они называются, как эти форумы проводились. Эти форумы проводились, грубо говоря, сначала с определенной такой помпой, а сейчас это, по большому счету, координационные советы чиновников средней руки, где выступают министры разные, которые потом уходят в отставку и рассказывают о том, какие они молодцы и как они успешно борются за будущее Украины. По позиции международных вот этих переговоров, это такая своеобразная фишка господина Зеленского. Вот, например, чтобы вы поняли, вот поехал он к Эрдогану и попытался у Эрдогана заручиться поддержкой. Потом украинских СМИ это назвали, через официальные сообщения, это назвали чуть ли не успехом, лучшим дипломатическим успехом господина Зеленского всю каденцию, ну а потом господин Эрдоган заявил, что в конфликте на Донбассе он не поддерживает ни одну из сторон. Помните, да? Да. Что произошло, да? То есть Россия закрыла возможность своим гражданам летать на территорию Турции, ну и Эрдоган сказал, что мы никакого отношения не имеем. И каким-то дивным образом американские корабли не захотели заходить в Черноморский бассейн. Это как раз было в период, когда около 80 тысяч российских военных проводили учения на восточных границах Украины. То есть, ну и вдоль, и поперек, то есть, вы понимаете, сплошные успехи. Вот я думаю, приблизительно так же произойдет этот форум, если он вообще будет. Потому что есть большие сомнения, что этот форум возможен. Наша власть славится проведением форумов. Например, вот для наших израильских зрителей, наверное, было бы интересно узнать, что вот у нас был форум, еще когда Зеленский только начинал свою президентскую деятельность, у нас был форум, например, инвестиционный форум в Мариуполе, где мы привлекали и пытались привлечь международный бизнес, вкладывать деньги в Украину. В Украину, где идет война. То есть, тут приблизительно. Страна ОС. Я думаю, что он был прав. Спасибо. Спасибо, Сергей, за это отличное интервью. Спасибо. Всего самого доброго, успехов. Спасибо вам. Надеюсь, до новых встреч у нас на канале. Александр Миров. Спасибо. И вам. Спасибо. Всего доброго и вам, дорогие друзья. Всего самого-самого доброго. До новых встреч. Будьте здоровы. Смотрите Ютон ТВ.